друзья привет находимся на стоянке в гибрид сервисе сейчас октябрь месяце я предлагаю вам познакомиться с автомобилями которые популярны этой осенью сразу отвечу на ваши вопросы да нормальный какую нашел такую надел и если бы не надел то нечего было бы вам писать в комментариях любимым и диваны модельеры с вами компания сфера кар меня зовут никита давайте начинать итак друзья начнем с вот такой вот красотки длинно жопенькой это один из моих любимых минивэнов nissan сирена называется любимым почему потому что технология e-power это самое наверное на сегодняшний день крутая гибридная технология последовательный гибрид называется где у вас бензиновый двигатель работает только как генератор а колеса крутит электромотор на переднем приводе это красотка бензин и двигатель кстати говоря 12 без нагрузки это вечный двигатель вот таком кузырь и та же самая база что было у было что и есть у самого технологичного хэтчбека nissan note e-power короче говоря в миллион четыреста обошлась эта красотка 2018 года и поедет прямо в москву а потом будете говорить что у нас по москве правый руль не едет мы гибридов боимся никто не боится посмотрите друзья гибридов в москве ru 3 это honda везель переднеприводная гибридная версия на 22 киловатта и 132 лошадиной силы фитовская платформа добавили лошадей вместо 110 здесь 132 потому что что потому что изменили систему впрыска здесь он прямой говорят что более чувствительна стала тачка к топливу на самом деле очень много лет на такой ездил ничего не заметил 2014 года в миллион двести обошелся гибрид передний привод и отправляется в новосибирск сечерка с очка самый наверное красивый компакт кроссовер один вообще из самых красивых кроссоверов которые есть с комплектация отличается у нас дисками здесь стоят семнашки вместо 18 их не ледовские фары и не кожаный салон или кожаный не кожаный бывает просто еще джижка но без ледовской оптики короче говоря на самом деле себе привез такую же сейчерку чуть-чуть пожалел взял ску будете выбирать такую тачку не стесняйтесь доплатить берите джижку сто процентов она будет кайфове я уже начал переделать менять стопари колеса вот это сейчас до салона дойдет соберу себе джижку называется сам санкт-петербург отправляется этот красавчик ngx10 это у нас кстати горы редкая версия не гибридная но и не полноприводная это 1 и 2 turbo на переднем приводе миллион двести обошелся отправляется санкт-петербург это nissan note он видимо новый поэтому что у меня нет его списке а в списке есть у меня только белый но про это расскажу тот же самый и power что и сирена который мы только что посмотрели не знаю сколько обошлась вижу что комплектация медалист с подлокотником с кожаным салоном ну и повторю самый технологичный хэтчбэк последовательный гибрид от 800 тысяч рублей в принципе можно рассматривать вот такие варианты по сегодняшним курсом октябрь месяц 22 год огроменный список на самом деле немножко хаотично расстоянка поэтому буду тормозить буду путься еще парочку визелей нашел наверное это за весь 21 год и половину 22 самый популярный компактный кроссовер а вообще в среди кроссоверов они в прошлом году конкурировали везель с экстрейлом по популярности имею ввиду в этом году как только курсы подупали да все начали по жиру отрываться берут в основном харьки rx и но среди компактных кроссоверов везде все равно остается в топе вот это ручетвертый красавчик он у нас 2000 скажу какого 14 а нет извиняюсь 2015 года ru 4 это полный привод гибрид 22 киловатта в миллион 250 он обошелся отправляется в самару рядышком стоит рестайловая версия на переднем приводе также гибридный ru 3 кузов тоже черный ну кстати говоря мне нравится например вот до рестайловая версия больше надо может быть привыкнуть еще кресту вот хотя инженеры honda доработали были не то что отзывные компании у них были вопросы по работе робота и она немножко модернизирована то есть переключение здесь поплавнее уже вот не так часто требуется калибровка вроде бы из того что я знаю знать что до тру 3 он нас отправляется в хабаровской это 2018 год и обошелся во владивостоке в миллион четыреста за рест по моему отличная цена в прошлом году я бы такой взял за миллион восемьсот не меньше пройдем дальше друзья гибридный витс правильно сказать витз чтобы более по гоночному звучало потому что что потому что ну гонка тачка на самом деле наверное пик популярности когда только начали расти вообще в популярности хэтчбеки витс был первым самым первым и самым верным во-первых потому что дешево а во вторых это был идеальный вариант для мамочек или для доченька студенточек кто учится машина компактная были еще трех дверей версии до двух дверей получается купешки сейчас их по-моему нет уже вот гибридная версия чем уникальна тем что это та же самая aqua на самом деле потому она и редкая когда вы берете вот такую малышку на гибриде большинство все-таки делает выбор в пользу aqua но есть еще и вот такие красавцы разницы в принципе нету не по техничке внешние небольшие здесь на вкус и цвет друзья решать сами но такие красавцы тоже есть и привести их можно знаете за сколько n hp 130 2017 год 935 тысяч рублей отправляется в улан-удэ бурятия друзья кстати говоря по цене та же самая aqua поэтому на вкус и цвет пойдем дальше самая популярная рабочая лошадка от toyota даже не только toyota наверно вообще среди всех японцев это конечно же пробокс и его родной брат саксид вот эта версия на двигателе 1.3 более популярны конечно полторашки да на неубиваемом легендарном 1 nz но есть версии еще на 13 выгодные по пошлине и по себестоимости тоже такую красотку можно взять подешевле вот этот восемнадцатый год обошел с порядка 600 тысяч рублей точной цены нет у меня к сожалению отправляется знаете куда отправляется в хабаровск тоже на дальнем востоке остается скажу что для работы если вы возите чтобы вы там не возили где бы вы бы были где бы вы бы не были бы . идеально ломаться нечему платформа самая надежная проверенная классический цвет это белый акрил самый дешевый по покраске самый вообще классный короче говоря самый классный из рабочих вариантов вообще не задумываясь берите пробокс саксид хотите полторашка есть еще и гибридные пробоксы появились кстати говоря мы один везем может уже привезли есть найдем покажу ну вот он самый популярный кроссовер прошлого года nissan x-trail nt 32 кузов полноприводная версия с двигателем 2 мр легендарная ниссановская двушка они сейчас ее ставят везде и правильно делать потому что мотор вот такой вот это переросток из qr до с лиши лишенный лишенный проблем кипения вот это вот слабой прокладки гбц и так далее короче мотор четкий он же идет и на сиренах и на x-trail с 31 кузова и на дуалисах и даже на некоторых кашкайх наверно ну ладно левый руль не полезем вернемся к этому красавцу это у нас 18 год полноприводная версия не гибридная но уже в рестайле очень классно светится диодные фары красивенький снова и чаечкой на морде по комфорту это прям уверенный среднячок между форестером и аутлендером наверное вот отправляется петропавловск камчатский между прочим миллион пятьсот восемьдесят но чуть чуть меньше чем один миллион шестьсот тысяч рублей классная цена за классный стр и рядышком у нас subaru lework единственный и единственный и самый получается лучший потому что единственный спортивный универсал друзья в м4 кузов это двигатель 16 на 170 лошадиных сил turbo полный привод работает в паре с вариатором вариатор получается лайнтроник субаровский вариатор который цепной такая же цепь здесь идет как на вашем велосипеде на вашем мотоцикле поэтому никаких ремней никаких практически фрикционов штука неубиваемая в 1 миллион сто девяносто семь тысяч рублей 2014 год отправляется в артем это джеки комплектация ловко определяю взглянув на фары уже тески они притонированы вот это все что я ловко определяю друзья это перерожденный бухловод в новом кузове toyota town ice теперь он выглядит вот так тачка вот такая это тот же самый пробокс только для тех кому надо грузить побольше возить подальше и сидеть повыше наверное полноприводная версия 2017 год до 17 год отправляется на сахалин потому и полноприводная версия классный вариант грузопассажира из недорогих и довольно таки вместительных полторашка такой же мотор как на рашиках и бегал вопрос в принципе к ним уже давным-давно нету и вопросов с коррозией тоже по этим тачкам никаких не было никогда в 900 тысяч рублей обошлась красотка поедет на сахалин а вот этот же теска друзья видите с черной фары уже тоже vm 4 или work тоже красавчик тоже самый крутой спортивный универсал получается значит белый отправляется у нас в красноярск он у нас 2016 года и обошелся в 1 миллион триста девяносто пять тысяч рублей классно классно нашел продос наконец-то дом куда продал все подевались вы видели как много тачек кстати говоря у нас сейчас прорвало практически потому что летом ввиду того что курс очень был привлекательный просто в четыре раза увеличился поток автомобилей в россию все через владивосток естественно была толкучка люди действительно ждали автомобили потом по два по три месяца некоторые даже говорят я сам себе три месяца стыдно признаться вот сейчас все у нас улучшилось возим 45 недель ну там шесть иногда с таможней вот так что набираем ворот все классно но завал теперь у нас здесь на стоянке в итоге возвращаясь к продосу это у нас дизельный красавчик отправляется также на сахалин 2018 год в 2 950 обошелся посмотрите на каких колесах он сюда влетел настоящая мт х бф гудрич борис федорич как я люблю говорить блин это что-то среднее между мт х и атех и мт червячка короче говоря как принято называть но она очень агрессивно либо просто очень новая xl комплектация и продукта гляну не ты за джейли а ты за джей был бы 51 кузовом а этот у нас 50 может даже не ходить никуда я же эксперт вот 2 950 обошлась вот такая версия сейчас по нынешнему курсу реально можно возить в 2 700 вот такие варианты что на бензине что на дизеле вот жалко 4 литровых нету и тоже бы возили еще один turbo нашел turbo subaru это forester с джей джи редкая версия потому что скоро их не будет кто хочет себя настоящую трушную турбовую subaru вот она стоит берите уже таких не делают уже делают либо гибрид либо два с половиной либо они тоже появился новый мотор 18 turbo забыл тюрьба но это уже не трушная subaru трушный вот это последний трушный subaru с джей джи называется четвертое поколение отправляется знаете куда самым интересным стало в читу в миллион шестьсот залетел сюда и он у нас 2013 года отчет в чите кто-то сидит и прям ждет где же мой турбосубару уже хочу там ниссан лифт давайте из крайности в крайность получается у нас ниссан лифт голубой после turbo subaru вот немножко вам электротяги которые отправляются у нас в воронеж подупал кстати говоря спрос на электрокары непонятно почему на самом деле понятно что пошлины подняли данные электрокары а с другой стороны просто опустился курс да и все стали возить сразу жир поэтому правду этих малышей пока подзабыли но тем не менее возим помним друзья классический голубой цвет город воронеж отправляется 544 тысячи обошелся это поколение азео и там 9 делений голову на течение даю потому что я сам его покупал вот впереди еще один интересный автомобиль которому тоже я очень рад здесь на нашей стоянке это honda crv возвратившаяся легенда тачка которую перестали выпускать 2014 году для внутреннего рынка японии и вот с 18 в общем вновь ее вернули на внутренний рынок потому что из полноразмерных кроссоверов у honda никого не осталось чтобы конкурировать с x-trail ам outlander am forest рам был только везель который у нас классу compact относится в общем тачка вот такая на платформе от аккорда здесь двушка здесь гибрид и здесь полный привод хотите есть турбовая версия на полторашки все как со статогонами короче говоря но вот это самая жирная комплектация мастерпис отсюда вижу потому что панорамная крыша кожаный салон самый жир очень достойный конкурент форестеру x-trail и может быть даже харьков некотором плане цены rt6 петропавловск-камчатский между прочим 2 380 2 380 но можно и дешевле за 2 380 я думаю это просто конфета nx 200t сейчас эти тачки называются с рестайлингом с рестайлингом прошел еще и ребрендинг сейчас они называются rx rx сейчас называется nx все так же но nx 300 равносильно потому что трехлитровому атмосферному двигателю на самом деле здесь двушка turbo опять turbo да у нас сегодня много turbo получается привезли короче душка turbo то же самое что на турбовый хорьках то же самое что на турбовых кроунах на 243 полно лошадиной силы или 241 вот вам шанс пишите не учли выучил не подготовился забыл просто уже каша в голове тачка то вон сколько смотреть переднеприводный есть вот такие же версии еще и на полном приводе очень популярна машина этим летом этой весной да и вообще всегда младший брат чуть-чуть младший брат rx а очень достойный вариант взял по фаре жаху бумагой вот нет у меня его в списке потому что только пришел но очень известный спортивный автомобиль по стоимости короче говоря можно брать от двух с половины миллионов за вот такие варианты можно на переднем придает подешевле так 2018 год цвет серый о смотри как ловко это у нас gk1w бывают на полном приводе бывают на переднем на какому это не знаю потому что у mitsubishi также сложно все как у mazda кузов один разбирайся как хочешь но я пойду на сзади на лейбу там наверняка все это дело написано полный привод передний ничего тут не написано но пойду тогда привода искать как всегда люблю сделать это не нашел приводов нет точно такой же фигней занимался сын и сам думал больше не буду никогда больше никогда не будут чистые штаны одевать на съемки потому что все равно весь перемажусь переля пусть на коленках вокруг этих тачек ваших проползу переднеприводный eclipse eclipse кросс тоже достойный вариант компактного кроссовера да наряду с сейчером везелем и nissan жук никогда не думал что буду сравнить его с ними автомобилями вот в общем классный вариант технологичный шустрый turbo полторашка 5 turbo turbo полторашка короче отправляется он в якутию обошелся в один миллион триста тысяч рублей еще один продаж когда продаж и выучили просто просто у нас есть еще один продаж это у нас tx вижу по велюровым сидушкам основное отличие tx от txl это чистый салон то есть хотите просто трушный продаж у вас будет тряпка она же велюр у вас будут сидушки на ручках никакого электропривода никаких подогрев но все равно продаж есть продаж друзья trj 150 2019 год отправляется в большой камень 2 миллиона 900 тысяч рублей trj 150 это бензиновая версия с двигателем 2 и 7 двигателем 2tr кстати говоря вообще беспроблемный мотор нет такого затупа как у rz их конечно четверка бензиновая была бы покруче камрюху нашел семидесятую тачки стали популярны опять же с падением курса и с одновременным ростом цен у дилеров друзья потому что до этого мы никогда не возили ни ровчики не 70 камрюхи а вы просили нас снимите семидесятку снимите семидесятку а мы думали зачем когда есть аккорд в итоге сейчас люди поняли что там сильно дорого и сборка питерская а здесь японская гибридная версия с двигателем два с половиной литра в два с половиной миллиона залетает сюда в жирникой комплектации на черном потолке в с на два 450 зашла я сюда это девятнадцатый год гибрид отправляется в иркутск кланас отменили знаете теперь в иркутске и во всей астральной астральной во всей остальной стране нашей можно вести тачки без гланас до февраля месяца пока что как долго продлиться не знаю почему на иркутске застрел внимание потому что это был как раз от отправной точкой откуда уже надо с иркутской области уже считается новосибирск улан-удэ еще дальний восток сейчас пока все равны поэтому друзья с иркутска и далее набираем трубку звоним заказом . самый бюджетный универсал самый бюджетный из достойнейших я имею ввиду потому что в реале конечно можно взять и подешевле тоже про бокс возьмите но я имею ввиду гражданский а сегмент это fit shuttle honda fit shuttle на базе фита но к полноразмерный универсал у нас длинно жопенький с нормальным багажником gp 2 версия это гибрид 1 и 3 тот же самый honda inside только в другой оболочке вот такая тачка за свои деньги 2011 год залетела во владивосток 840 тысяч рублей отправляется в петербург справа от меня еще одна honda это cr6 самый ваш любимый самый наш тоже любимый конкурент той же самой камрюхи который на мой взгляд намного покучерявить но вот этот 50 камрюха сравнивать да с новой камрюха сравнивать cr7 рестайловую версию вот этого красавца 124 киловатта гибридной установки 2 литра бензиновых бензиновых объемов получается и вариатор короче говоря вот такой седан бывает есть бывает lx хотите на тряпки хотите на коже здесь у нас полностью кожаный салон еще и внешний красавчик что я нахваливаю его 13 год хабаровск отправляется миллион четыреста пятьдесят цвет белый перламутр вот есть сюда люк еще при фигачить на крышу за эту тачку сразу на аукционах добавят 200 плюс-минус тысяч рублей очень красивый цвет у прадика нашел бронзовый написано в птс но по факту это вот что-то нифига не бронзовый конечно это такой полусерый полурозовый что ли короче короче четкий четкий цвет не любитель вот этих отклонений от классики до больше по черным белым тачкам по серебру но вот такой я все взял сто процентов хотя у меня было два красных прилюда говорят на них больше всего птицы горят на прилюды потому что на honda нет ваша красный 3 120 обошелся 2019 год это t rj бензинка 27 ну и соответственно txl комплектация черный кожаный салон обдувы подогревы электропривода полный фарш люк есть нет люка нету но кстати говоря в прадиках он не так сильно ценится еще один визель нашел какой же на пятый на сегодняшний день это 2014 год ru третий кузов передок гибрид 22 киловатта в уфу отправляется миллион триста пятьдесят красавчик красавчик харьер друзья вот он самый популярный наверное кроссовер этого года уже точно асу 60 этот turbo тоже turbo 2 литра передний привод чаще берут конечно на полном приводе но те кто не планирует на нем ехать в лес то не планирует гонять по владивостоку где у нас нельзя ехать прямо можно либо вверх либо вниз где вместо снега выпадает сразу лед и вот эти вот все страшные сказки короче говоря если полный привод не обязательно берете двушку берете turbo и кайфуйте просто от всего люкса который предоставляет хедлайнер среди тойотовских кроссоверов вот как красиво завернул в читу отправляется 2017 год 2 500 цвет черный отличная цена для turbo харька кстати говоря опять же можно привести дешевле недавно взяли такого же тоже для клиента из благовещенска за 2 миллиона 100 с копейками это honda freed компактный микровэн так называемый не до минивэн немножко но очень четкая машина gp 3 кузов гибридная версия полторашка 10 киловатт у него по моему всего лишь но тем не менее это экономия 2012 год 820 тысяч рублей передний привод полторашка гибрид поедет знаете куда поедет поедет фрид петербург тоже очень много машин на петербург вот эти кстати красавцы бывают 5 6 и 7 местные этот у нас 7 местные то есть на втором ряду 3 сидушки и сзади еще две бывают две раздельные сидушки на втором ряду а бывает вообще без третьего ряда тот же самый фрид спайк только в кузове фрида не сильно понятная мне вообще версия редко но иногда возим вот кто здесь еще один харек avu 65 это самая наверное популярная версия гибридная 2017 год цвет синий вот и не угадал нашел этот цвет белый оказывается 2015 год отправляется в бурятию в два 150 гибридная версия 105 киловатт два с половиной литра и полный привод еще и люк комплектация премиум прогресс наверное вот или премиум advanced четкий четкий наверное самый комфортабельный кроссовера toyota и чё расскажет про харьер кто не знает про харьер самая крутая тачка среди всех кроссоверов которые можно наверно сейчас выхватить по сходной цене это у нас не сам not еще один еще один и power технологичный все вы знаете про него отправляется в тюмень это 2019 год в 900 тысяч рублей залетел он сюда 19 год 900 тысяч рублей поэт в тюмени вот это будет кайфовать на самом технологичном хэтчбеке наверное в самом отдаленном от японских технологий регионе хотя тоже много у нас клиентов тюмень чего наговаривать так rp 4 спада 2015 год город тюмень миллион шестьсот пятьдесят что такое rp4 давайте разбираться это у нас turbo полторашка опять turbo замедлили у нас прямо коллаборация toyota и honda и turbo против гибрида при том что тюрьмы сегодня побеждает как странно вот значит turbo полторашка на полном приводе в комплектации спада еще раз 2015 год спада отличается у нас обвесами оптикой сзади белые спортивные стопори и спойлер потому что это какой спортивный минивэн вот но в принципе один из самых жирных средний размерных минивэну полноразмерных минивэнов до среднего класса конкурируют с той же самой сиреной на и power и конкурирует с toyota вскими ног и voxie и очень популярен своей пятой дверью ваку ваку гейт кто еще не знаешь такое ваку ваку гейт очень много внимания в этом вопрос уделили я вам рассказывал целую лекцию что гейт это ворота ваку ваку посмотрите короче обзор сами все поймете тачка классная всех денег стоит я бы за нее отдал больше и отдавали люди больше пока цены не опустились поэтому сейчас золотое время аллилуйя если вы думаете что мы шутим здесь и просто так вам все это показывать и да нифига друзья никогда не было так сладко вообще покупать машин с японии так что если вы еще не решились то либо сейчас либо никогда 100 проц смотрите кого привезли фит рс же 8 это третье третье это второе это второе поколение фита ну и хотел бы чтобы он на палке был не на палке к сожалению но все равно это рс в общем спортивная версия самого популярного хэтчбека от honda он еще помимо всего прочего при своей внешней компактности очень просторный по салону я бы наверное если брал бы себе хэтчбек взял бы вот такой же на карабасике и дубасил бы на нем просто как сумасшедший потому что когда сужу в тачку на коробке кукушка у меня слетает вот он же 8 2013 год 712 тысяч рублей обошелся и отправляется в иркутск жир только катки надо поставить вот эти вот ты ехи кень с диким выносом и коробку парень какого малыша нашел это на моей памяти первый компактный кроссовер вообще который появился nissan жук очень много вопросов было к его внешности когда он появился потому что вот эта вот экстравагантность мягко говоря была очень многим непривычно вот я лично до сих пор не привык не сильно мне вот визуально эта тачка симпатизирует но народ выбирает все это дело все это дело что все это дело окупается низкой стоимостью его вот такая вот версия nissma на красных ушах на обвесах злючих черных дисках хотелось turbo сказать что не turbo правда в 15 обычная полторашка передний привод 2019 год отправляется в город артем то есть никуда не отправляется артем это практически 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 пригород владивосток вот соседи с нами город где у нас находится аэропорт международного класса вот короче говоря миллион сто шестьдесят обошелся и так тому и быть нашел прадик еще один в нашем отдаленном уголке где стоит этот красотка помните мы год назад с вами и снимали никуда не делался смотрите как новая стоит еще можно отмыть и продать кроме шуток реально в салоне вот такие же машины и запчасти такие почему не покупают люди русские машины вообще не ясно до сих пор тр джей это бензиновый красавчик 2017 года остается во востоке 2017 год бензинка 2 650 как вам сказать искать битье топляк нифига классный полноценный 2 650 запрадик я заходил на дром 120 продал состоят по 2 с копейками миллиона да на жирных моторах которые по россии уже не понять сколько лет ездит а здесь за 2 650 не беганая девственная тачка настоящий рамный внедорожник на бензином двигателе 2 и 7 литра о чем говорить ну либо вода выбор есть себя зсу 60 2017 год а 2019 год извиняюсь друзья и рестайл но самая простая техническая платформа это двушка это передний привод это вариатор но по всему остальному обратите внимание он стоит на обвесах моделиста на кожаном салоне это премиум прогресс камеры кругового обзора посмотрите по люксу по комфорту эта тачка самый топ который дает вам toyota в классе кроссоверов поэтому если вам не нужны технологии вам не нужны вот эти эмоции которые получаете от турбовых версий не стоит за них переплачивать можно взять вот такую двушку 2019 года на полном жире была бы панорама еще встречается эти говорили на панорамах они знаете за сколько за 2 миллиона 150 рублей это девятнадцатый год какие вопросы ну либо вон друзья здесь подкатили еще три тачки которых нет в моем списке только только свежий привоз 3 вот этих красавца быстренько расскажу что это за машины потому что ничего про них не знаю детально это си черт тот же самый тот же самый самый красивый кроссовер компакт гибридная платформа от 30 приуса здесь 99 лошадей бензинного двигателя и 60 киловатт никель металл гидридная батарейка не скажу по стоимости очень красивый цвет кстати говоря у сей черов вот этого тема очень хорошо раскрыта я имею ввиду огромная цветовая палитра поэтому как для мальчиков так и для девочек в основном конечно для девочек но цвета есть разные этот ваш любимый тиффани вообще бомба мы снимали который вот такой по моему почти в общем по цветам разнообразие есть подняли трубку набрали номер позвонили наши ребята вам все расскажут компакт минивэн или микровэн хонда фрид нового поколения второго получается да их же всего два тоже очень четкая тема есть на гибридах есть на гибридах вместо фрид спайка сейчас пошел фрид плюс это пятиместная версия никак мы визуально это практически не отличим кроме как по названию фрид плюс но зато я вижу что это у нас полноприводная версия немножко с подмятой задней дверью вот такие кстати небольшие замечания позволяют неплохо сэкономить на стоимости на чем же еще закончим на наверное самый популярный на сегодняшний день за сегодняшний обзор тачки это компакт кроссовер honda визель гибридная платформа рутриру 4 не знаю не написано придется лезть опять досмотреть а нет есть увезет же на кардане идет правильно значит есть и привода нет тут никаких приводов значит это ru 3 передний привод 132 лошадиные силы 22 киловатта комплектация наверное x на комбинированном салоне очень красивый цвет синий серый тоже кстати говоря вообще класс компакт кроссоверов от nissan of honda toyota и он цветовой палитрой славится вот так что друзья смотрите сколько много автомобилей это наверное меньше половины потому что машины еще приходят какие-то постоянно уходят у нас очень большая очередь на отправку в регионы тачки постоянно перегонять транспортную компанию вот поэтому логистика работает сюда ходят япония продает россия покупает так что помните друзья в японии есть идеальный вариант для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля